МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить главные темы сегодняшнего выпуска. Проверить рюмочный губернатор Олег Ковалев потребовал закрытие питейных заведений, расположенных вблизи школ и детсадов. Полицейские выяснили, элитные спиртные напитки знаменитых брендов годят в рязанской глубинке. Горячую воду отключат срочные новости от администрации города. А теперь обо всем подробнее. Рязанский губернатор на вчерашнем заседании правительства сделал сразу несколько заявлений на самые народные темы. Во-первых, начальник региона потребовал от силовиков и городских властей провести комплексные проверки питейных забегаловок, которые уютно устроились в торцах жилых домов. В первую очередь это касается рюмочных, расположенных вблизи школ и детсадов. Много таких рюмочных открывается в торцах жилых домов без вторых входов, выходов и так далее. Там вокруг этих рюмочных посетителей скапливаются, известные посетители, да, шумят под окнами, мусорят, мешают, в общем-то, нормально людям жить в своих жилых домах. Теперь чиновникам и полицейским опять вздыхаючи ходить по пунктам общественного питания, как скромно именуют себя распивочные, грозить штрафами и санкциями и оставаться, что называется, при своих, хотя и сказал губернатор, что заведения нарушителей должны быть закрыты, но в реалиях это все пока не сейчас. От того, чтобы взять на себя ответственность, чиновники открещиваются руками и ногами. Хлопотно это. Может, сейчас что-то сдвинется с места. Также губернатор заявил, что плата за детсад с 1 сентября повышаться не будет. Тут основные опасения вызывает пункт федерального закона об образовании, который дает право муниципалитетам самим регулировать плату за пребывание ребенка в саду. Олег Ковалев заявил однозначно. Хочу сказать, никакого повышения платы за пребывание ребенка в дошкольном учреждении с 1 сентября 2013 года не будет. И продолжил. Мы никогда не пойдем на спонтанное повышение платы за детские сады. Что же касается распивочных, которые работают от рассвета до заката, то это одно из звеньев криминальной цепи незаконного оборота алкоголя. Так называемую паленую водку и прочие нелегальные пойла разливают в том числе и в таких пивнушках. Сейчас рязанские полицейские проводят целый ряд операций по фальшивому алкоголю. Едва ли не каждый день приходит известие о новых успешных облавах. Две с половиной тонны фальсифицированного алкоголя отыскали полицейские в этот понедельник в Спасском районе. Дело было в селе Троица на территории Ясаковского винного завода. Кстати, работать криминальные винокуры предпочитают не только с элементарной суровой водкой, но и с элитными брендами. Так что льют всякие виски, текилы и коньяки, как говорится, из одного бидона в едва промытые бутылки, нашлепывают поддельные акцизные марки и вперед в недобрый путь. Полицейские предполагают, что спиртное шло крупными партиями в соседние районы. Пейте, дескать, дорогие соседушки, на здоровье. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело по поводу фальшивого спиртного из Спасского района. К другим темам. Как известно, на днях в Рязани в горпарке открыли симпатичную скульптуру тем самым грибам с глазами, которые едят, а они бедовые в это время глядят. Насчет грибов не знаем. А вот грибники, теряющие разум при виде вожделенных полянок, не редкость. Уходят любители тихой лесной охоты и бродят днями, не умеют найти обратный путь. Для некоторых такие походы в Чищоба заканчиваются печально. В этом году искали уже нескольких грибников. Одного до сих пор не нашли. Большую поддержку в этом деле оказывают спасателям волонтеры. Что и говорить, молодцы ребята. О некоторых мерах элементарной безопасности. В заметке Оксаны Тебенихиной. Очередной сезон грибной охоты уже принес свои плоды. Почему у наших пенсионеров так тянет поглубже в лес? Вопрос риторический. Ежегодно десятки людей пропадают, уходя на тихую охоту. Кто-то возвращается сам, кого-то находит спустя пару дней, а кому-то так и не суждено вернуться домой. Собираясь в лес, за грибами, за ягодами или просто отдохнуть родственникам, ближайшим, либо друзьям надо сообщить свой маршрут, по которому будете двигаться. Это в первую очередь. Во вторую очередь, собираясь опять же в лес, у нас сейчас у всех есть мобильные телефоны. Взять с собой обязательно мобильный телефон, потому что наличие мобильного телефона ускоряет и облегчает нам время для поиска. Позаботьтесь сами о себе заранее. То есть возьмите с собой спички, ну ножи, понятно, если за грибами все берут, но даже если так за ягодами на отдых, желательно тоже иметь с собой нож. Потому что если вы заблудились и поиски ваши затянулись, имея спички, нож, вы всегда разожгете костер, можете приготовить себе какую-то еду. К тому же сейчас в лесу и ягод много, и грибов. То есть каким-то образом вы можете некоторое время в лесу продержаться до нашего прихода. Надеемся, что ежегодные мастер-классы по сбору грибов не остаются без внимания граждан. Тем не менее, общеизвестные правила поведения в лесу помогут вам выйти из чащи раньше, чем вы успеете проголодаться. Но за последние две недели, если мне память не изменяет, мы выезжали на поиски пять раз. Во всех случаях люди были найдены, кроме одного. Значит, это молодой человек, который две недели назад ушел с делянки в лесу в районе между Ласковым и Диевулиным. Значит, мы его искали двое суток, нашли следы его, который вели на автодорогу Москва с Пасклепики. Сейчас его поисками занимается милиция. Не паниковать, конечно, мало у кого получится. Тем не менее, если вы не умеете ориентироваться в лесу, то и нечего туда ходить, по крайней мере, в чащу. И сами целы будете, и родным переживать не придется. Сегодня городские чиновники объявили об отключении горячей воды в некоторых рязанских микрорайонах. Подробности городначальство сообщило на специальном брифинге. Вот срочный материал на аварийную тему. В связи с аварийными работами на третьей тепломагистрали на перекрестке Грибоедово-Есенино с 8-го числа с 0 часов по 10-е число до 24 часов Рязанская теплостевая компания будет проводиться ремонтом-остановительной работы. В связи с этим будет затруднено движение на этом перекрестке. Будут изменены маршруты 3-го и 8-го троллейбуса. Под отключение у нас попадает 21 дом в районе улицы Подгорного, Фурманово, Грибоедово, Скморошинской. Также дополнительно информируем вас о том, что также этой компанией Рязанская теплостевая будет проводиться работа капитального характера на третьей тепломагистрали в районе улицы Попова. Будет производиться санация участка третьей тепломагистрали. Под отключение там попадают 19 жилых домов. У них не будет горячего снабжения. Это с 6 августа по 25 августа. Дома в районе улицы Попова, улицы Новая, Эльтразводской, Радизводской, Макаренко, Быстрецкой и Кольная. На предстоящие 8 сентября выборы в Рязанскую городскую думу зарегистрировано более тысячи претендентов на депутатское кресло. Об этом сообщила на пресс-конференции предызберкома муниципалитета Жанна Фомина стремятся сделать жизнь рязанского народа лучше 895 кандидатов, которые входят в зарегистрированные списки 20 партий и 164 одномандатника, в том числе три самовыдвиженца. Борьба идет нешуточная. Депутат Гордумы. Должность неслабая и возможность влиять на жизнь столицы региона тоже большая. А еще это вопросы приватизации муниципальных помещений, определение участков под застройкой и так далее, и так далее. Увы, народ о работе своих избранников знает немного. Это еще мягко говоря. Более того, фамилии самих депутатов назвать может далеко не всякий. Вы знаете фамилию вашего депутата в городской думе? Нет. А вообще хотя бы одну фамилию какого-нибудь депутата в городской думе? В городской думе? Да, в городской. А Александр Александрович Рульгейзер? Нет. А вообще хоть одну фамилию какого-нибудь? Никакого не знаю, потому что я, честно говоря, никому не доверяю. Депутата? – Крылов Михаил Геннадьевич. – Ну да. – А как его фамилия? – Вообще я его так знаю, но фамилию даже не помню сейчас. – Да, не знаю. Да, что и говорить, немного. Да и кого назвали-то депутата областной думы, а не городской. Может, это уже и нормально, что депутат для своего же избирателя весь созыв инкогнито? Может, сейчас простые житейские народные интересы уже где-то на 10-м плане в работе парламентариев? Дескать, перед выборами покрашу грибки во дворах, песок привезу детишкам, качельки поставлю, пообещаю с парковками на газонах вопрос решить. Да что там, даже подъезды покрашу, денег не жалко, потом отобью. А может, и самые что-либо есть благородные энтузиасты и бессеребреники в новый созыв стремятся, дабы помочь Рязани матушке. Хотя понятие депутат, чиновник и бессеребреник настолько редко у нас сочетается, что, как говорится, хоть волком войн. На сегодня все. Хорошего вам вечера и до встречи завтра в эфире телекомпании «Город». Редактор субтитров А.Семкин